Привет любителям спутникового телевидения! Сегодня будет обзор на такой тюнер Tiger T2 IPTV 6701 Эта модель уже обновленная версия ресивера Tiger T2 IPTV В ней уже есть процессор 6701 поэтому немножко здесь другое ПО чем у тюнера Tiger T2 IPTV Поэтому вдруг будете обновлять прошивочку Ставьте обязательно на этот тюнер прошивку из надписи 6701 Потому что если поставите прошивку Tiger T2 IPTV То вы получите просто кирпич Так что будьте внимательнее при обновлении прошивки Сейчас в этом видео я покажу что внутри этого тюнера Подключим Wi-Fi антенну Посмотрим как работает YouTube Mega Go IPTV Здесь прописывает что он хорошо работает с IPTV И посмотрим какие функции Если не работает YouTube и Mega Go Поставим новую последнюю версию прошивки И посмотрим что будет дальше Так что поехали! Тайная модель ресивера поступает вот такой коробочкой Цветной очень красивой Видите здесь как все прописано Нарисованный Tiger вот этот Внутри в комплекте есть умный смарт пульт Который можно настроить под себя Там звук, включение, выключение Но я вам потом покажу Поддерживает Full HD AC3 звук, YouTube Есть DLNA Wi-Fi адаптер поддерживает Поддерживает он адаптеры на таком процессоре Как 7601 и на 5370 Ну мы подключим 7601 Вот так он выглядит Посмотрим как он работает с этим процессором Внутри этого тюнера Процессор GX6701 Вот как написано Поэтому ПО здесь уже немножко другое Ну вот такая коробочка Цветная Т2 Поддерживает он DVT2 формата DVT2 Кабельные и IPTV Внутри вот идет такая инструкция Такая хорошая Не тоненькая Описано все какие функции в нем есть Вот посмотрите Здесь такая вот инструкция Здесь в этой инструкции Все подробно описано Что находится на передней панели Сзади Какие кнопочки пульта На каком расстоянии можно сидеть От тюнера На каком расстоянии работает пульт Как видим 7 метров Под каким углом Довольно хорошая инструкция Дальше идет в комплекте Кабель-тюльфоны Вот такой HDMI До сих пор не ложат Идут также батарейки В комплекте Идет такой пульт Вот видите Такой хороший Вот эти программируемые кнопки Которые включение Звук и переключение TV Инструкция Как программировать вот этот пульт Здесь нужно зажимать кнопочку 0 и ok И здесь вот засвечивается вот эта лампочка И потом пульта к телевизору сюда вы подстроите И все можно настроить Поэтому изучите внимательно эту бумажечку И настроите себе пульт В бюджетной версии тюнера Это очень хороший пульт Так что неплохо что он есть И вот сам такой тюнер Вот такой он впереди Здесь надпись Tiger T2iPTV6701 Как бы название процессора Здесь есть USB выход Для подключения USB флешек Разных Чтобы записывать программы передачи Смотреть видео Файлы фотографии И другое Есть вот такие кнопочки Включение-выключение И переключение каналов Так Вот такая здесь решеточка Корпус металлический Это очень хорошо Вентиляция очень хорошая Поэтому тюнер греться не будет Здесь есть антенный вход Антенный выход есть USB выход под Wi-Fi адаптер HDMI выход Кабеля как всегда нет Но придется докупать Выход под тюльпаны И выход под выносное обор питания Ну здесь в этом тюнере Блок питания встроенное Вот оно здесь видно Через решеточку Но вдруг оно сгорит или что Можно взять Дополнительное поискать Если где-то есть Здесь по 5 вольт 2 ампера Ну несложно подобрать Такое питание Если выйдет из строя В это Можно сюда Вставить И смотреть Чтобы нанести в ремонт Вот этот тюнерок Так что Вот так он Такой небольшой Хороший металлический Хорошая такая упаковочка Сейчас мы его подключим К телевизору Посмотрим как он работает Сейчас немножко о пульте Покажу что здесь за кнопочки есть Вот это кнопки программируем Кнопка аудио Фавориты Телетекст Кнопка меню Эксит Вот эти кнопки Переключения каналов Для управления Медиа Перемотывать видео Перебрасывать на следующий клип Музыку Если перебрасывать на клипы Пауза Выключение Выключение Кнопка записи Кнопка PRV IPTV Чтобы нажимать И сразу IPTV И лист будет выскалкивать Ну это все Как бы Удобный Такой пультик Ну а теперь погнали Подключать к телевизору И посмотрим На меню Наверное поставим Новую версию прошивки Чтобы Ну все работало Ну и посмотрим Как он работает К телевизору Так что погнали Итак Подключаем Наш тюнер К телевизору Включаем его Сейчас посмотрим Так он включается И вот такая будет Заставочка Видите Тайгер Тигр нарисованный Вот И включаем Дальше Что мы сейчас увидим Вот увидим Такое меню Сразу настройка Но я думаю Нужно отсюда выйти Потому что Ну я как бы в начале Ну как бы такое правило Всегда стараюсь Сейчас нужно прошить Прошивочку Поставить Новую версию Сейчас конечно Посмотрю какая здесь Стоят Прошивка Из завода Так вот Видим Прошивочка Версия 1.9 Так так 10 30 10 20 Года Ну да Сейчас мы сделаем Обновление Прошивочку Выбираем Вот этот раздел Новый НС USB Так Вот Ищем Путь к файлу И Вот Это прошивочка Я вам напоминаю Не перепутайте Прошивки Нужно выбирать Прошивку Где написано Вон Т2 и 5 В 6701 Если этой надписи Нет Не надо ставить Потому что У вас будет кирпич Ну разве вам Просто Может вам не хватает Кирпичей То конечно Можете Обновить И без этой надписи Если вам нужны Кирпичи Ну а если Хотите рабочий Тюнер То обратите На это Внимание И так Нажимаем Кнопочку ОК И вот Пошло Обновление Как я Говорил Уже Здесь В этом Тюнере Стоит Процессор Jx6701 6701 Поэтому Он более Функциональный Более Быстрый Чем Прошлая Модель Должен Хорошо Работать С интернет Функциями С IPTV Ютуб После того Как вы Установили Прошивку Нужно Все еще Тоже Выйти И сбросить Как на Заводские Настройки Чтобы Не оставлялись Какие нибудь Боги Из прошлой Версии Прошивки И поэтому Нужно Выбрать Вот это Меню Пароль Шестизначный Очень Большой Вводим Сюда Нули И Переброс И Сбрасываем На Заводские Настройки Это Нужно Всегда Делать Чтобы Как я Уже Говорил Не было Багов Из Прошивок Там Сейчас Еще Одна Будет Перезагрузка И Будем Настраивать Наш Тюнер Рок Тюнер Рок Обновился Сейчас Настроим Сразу Мы Зайдем Настройки Языка Язык Меню Выбираем Сейчас Посмотрите Какие Есть Языки Разные Английские Болгарские Тоже Кому Какой Удобный Язык Так Сохраняем Ну Давайте Мы По очереди Пройдемся По меню Или Давайте Наверное Сейчас Настроим Отсканируем Каналы Посмотрим Как они Работают Вот Диапазон Поиска Есть ДВТ И ДВС Так Настроим Тип Поиска Все Автопоиск Ручной Страна Украина И питание Антенны У меня Антенна С Усилителем Поэтому Включаем Всем советую У кого Усилитель Нужно Включить И Выбираем Автопоиск И пошла Настройка Канала Сейчас Посмотрим Как оно Будет Искать У меня Антенна Наружная С усилителем Поэтому Должно Пойматься Канала Должны Неплохо Пойматься У кого Комнатная Антенна И Вы Находите Серьез Возле Телевышки То Можно Ставить Антенну Без усилителя Комнатную Все В принципе Должно Пойматься Нормально Так Что Сканируем И ждем Канала Как Мы Видим Каналы Уже Начали Находиться Сигнал Пошел Потихонечку Сканируете Ну Видите Качество И уровень Сигнала Хороший Можно Сказать Тюнерок Чувствительный Потому Что Я Нахожусь Очень Далеко От Телевышки Ну Посмотрите Еще Какое Это Радио Поймалось Это У меня Я Когда-то Туже Ловил Радио Но В основном Так Вот 32 Канала Ну И С чем Дальше Сейчас Пройдем Полностью По Всех Частотах Посмотрим Что У нас Поймается Вот Видите Значок Уже Доллара Возле Канала Зум Что Это Когда-то Были Каналы Кодированные Только От Зиан В Пошел А Потом Кодировку Все Брали Поэтому Каналы Идут Все Открыто Так Смотрим Дальше 56 Каналов Дальше 64 Это У меня Получается Каналы Поймались Из Двух Радио Станц Ну С Телевышек С Двух Телевышек Два Радио Канала И 64 Канала С Двух Телевышек Они Будут Повторяться Что У нас Там Дальше Еще Чуть Чуть Осталось Сейчас Сохраним Эти Каналы Посмотрим Какая Там Картинка И Пройдемся По Меню Убираем Звук И Вот Пошли Каналы Вот Такая У нас Картинка Посмотрите Картинка Неплохая Мне Нравится Все Видим Как Работает Показывает В принципе Все Неплохо Поэтому Можно Пройтись По Меню И так Вначале У нас Встречает Первое Меню Это Редактор Каналы Можно Двигаться Канала Гид Сортировать По Частоте Автонумерация ЛСН Авто Обновление Канала Ну Это Можно Включить Что В этом Название Канала Изменение Громкости Вот Такое Первое Меню Второе Изображение Формат Экрана Авто Разрешение Экрана Теле Формат Настройка Меню Можно Под себя Настроить И Настройка Дисплея Это Под Яркость Дисплея Средняя Можно Поставить Поярче Низкая И Можно Выставить Что На дисплее Будет Отображаться Время Или Номер Канала Это Тоже Как Кому Удобно Каждый Настроивает Под себя Второе Дальше При включении Тюнера Будет Не Т2 Канала Включаться А Будет IPTV Лист У меня Там Где-то На Флешке Есть Сейчас Я Потом Попробуем Установить Посмотрим Как работает IPTV На этом Тюнере Правда Я Не Знаю Там Лист У меня Тут Хороший Или Нет Ну В принципе Должно Оно Все Работать Дальше Настройки Язык Меню Язык ТВ Гида Язык Субтитрова Язык Телетекста Первый Аудио Язык Второй Как правило Можно Ставить Разные Чтобы Были Там Переключались Цифровой Звук Авто Ну Это Вот Такое Меню Следующее Меню Меню Это Родительский Пароль Потом Можно Задать Пароль Сброс Настроек На Заводские Настройки Информация Сейчас Посмотрим После Обновления Видите Версия 1.9 Tiger Версия 1.2 SDK DVT2 Версия Gemim Mini Так И Вот Версия Прошивки 04 03 21 Года Это Как бы Последняя Версия Прошивка Это Обновление APU Настройка Сети Это Когда Будем Подключать Wi-Fi Настроим Сеть Ну Сейчас Этим Наверное И Займемся Тюнер Работает На 2 Wi-Fi Адаптерах 53 70 И 76 01 Ну Я Подключаю 76 01 Выбираем Вот Настройки Рожим Включено И Зеленой Кнопочкой Ищем Мой Wi-Fi Так Это Вот Поднимаемся Немножко Вверх И Вводим Пароль Все К сети Получилось Подключиться Запуск В режиме Ожидания Вот Такое Меню И Дальше Переходим Вот Мультимедиа Здесь Просмотр Файлов Видео Музыка Изображения Записанные Файлы Можно Посматривать Настройки Записи Файлов Можно Выставить Функция DLN Здесь Есть В этом Таком Тюнере За такие Маленькие Деньги Есть Такая Функция Так что Это Очень Большой Плюс Ну и Вот Интернет Функции Сейчас Посмотрим Как Работает Итак Первая Функция Это Просмотр Погоды Видите Погода У нас Прекрасно Работает Видите Какая Сейчас Погода Апрель 6 апреля И Дождь Снег Ужас Зима Никак Не хочет Уходить Погода Здесь Под Разные Города Вот Видите Все Прекрасно Переключается Можете Выставить Свой Который Надо Вот И Все Увидите Ответь В Черноцах Обще Замечательно Так Смотрим Как Работает Ютуб В Этой Прошивочке Вот Ну Ютуб Что Мы Посмотрим Как Запускается Ютуб Так Видим Картинка Грузится Идет Вот Все Ютуб Работает Замечательно Ресса Новости Может Кому А не надо Почитаете Но Они Что-то Не Грузятся Но И Не Надо И Почитаете Так Посмотрим И Почитаете Нажимаем Облака Загружается Или Нет Сейчас Посмотрим Что У нас Будет Или Нет Если Нет То Придется Ставить Свою Ссылку Нет Не Не Удалилось Подключиться Сервису Но Потом Посмотрим Сталкер Портал Есть Можно Настроить У кого Есть Доступ Страница Extreme TV Тоже Мод Нужно Настроить Это Все Мегагол Так Мегагол У нас Работает Что У нас Сейчас Посмотрим Как Запускается Фильм Мегагол Да Это Платный Фильм Давайте Посмотрим Вот Например Вот Сюда Так Это У нас Сериалы Ну Вот Этот Сериал Запустим Как Вот Видите Можно Выбирать Серий Такой Еще Раздел Есть И Его Показывать Не Буду А Меня Все Равно Интересует Мегагол А ну Посмотрим Как Мультики Сейчас Посмотрим Какой Это Фильм Только Не Новый Что Можно Его Смотреть Бесплатно Может Этот Пойдет Или Тоже Он Платный Удается Подключиться Сервера Ну Что Мегагол Не Захотело Работать Ладно Сейчас Посмотрим Как Работает У нас IPTV YouTube Работает IPTV Лист В этом Тюнере Я Тоже Знаю Что Хорошо Работает Просто Его Нужно Найти Установить Каналы Показывает Хорошо Так Что Тюнер Могу Советовать Цена Его Где-то 10 12 Долларов Внизу Можете Посмотреть На ссылочку Где Его Брал Заказать Себе Очень Хорошая Неплохая Модель Так Что Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки В комментариях Если что Интересно Спрашивайте И до новых встреч Всем пока Пока Продолжение следует